Аллилуйя! Мы славим Тебя, Иисус! О, мы приходим к Тебе с хвалою, мы воздаем всю славу Тебе! Мы хочу к Тебе с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя всегда прихожу к Тебе с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя всегда прихожу к Тебе с хвалою. Ты велик, ты прекрасен, ты велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. Ты велик, ты прекрасен, ты велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. И другого нет, как Тебе с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя всегда прихожу к Тебе с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя всегда прихожу, и велик, ты прекрасен, и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ты велик, ты прекрасен, и велик, и другого нет, как Ты. Ты велик, ты прекрасен, и велик, и другого нет, как Ты. Ты велик, ты прекрасен, и велик, и другого нет, как Ты, ты велик, ты прекрасен, и велик, и другого нет, как Ты. Прихожу к Тебе, с тобою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя всегда. Прихожу к Тебе, с тобою, чудеса Твои велики. Прихожу к Тебе, с тобою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя всегда. Прихожу к Тебе, с тобою, чудеса Твоя всегда. И другого не скажи И другого не скажи И другого не скажи Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа За Твое личное присутствие на этом месте Мы благодарим Тебя за великое помазание, которое растет с каждым днем Мы благодарим Тебя за то, что Ты созидаешь Дом Духовный За то, что Ты позволяешь нам приносить жертву духовную Благоприятную Тебе Иисусом Христом Мы благодарим Тебя за возрастание веры Мы благодарим Тебя за утверждение Твоего Царства на этой земле Мы благодарим Тебя, что бесы трепещут и уходят с дороги церкви Мы благодарим Тебя за разрушенные дела дьявола В нашей судьбе и судьбе нашей страны Мы провозглашаем Тебя, великого Бога на этой земле Мы благодарим Тебя за великую славу, которая приходит на прославляющих Тебя Мы благодарим Тебя за Твоих ангелов, которые сотрудничают с нами Мы благодарим Тебя за разрушенные цитатели дьявола В нашем служении, в нашем пути Мы провозглашаем Твою славу Ты велик, Ты велик, Ты прекрасен Ты царь царей, Ты Господь господствующих Ты Альфа и Амена Ни другого нет, как ты Убас тревоги, прославляй его Ни другого нет, как ты Ты велик, Ты прекрасен Ни другого нет, как ты О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-он и 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 другого нет как ты Ты, ты прекрасен и мир И другого нет как ты И другого нет как ты Субтитры сделал DimaTorzok И другого нет как ты Субтитры сделал DimaTorzok Мы поклоняемся тебе, Отец Мы любим тебя Мы желаем исполнить волю твою Мы хотим сотрудничать с тобою О, мы глубоко поклоняемся тебе, великий Бог Царь царей, Господь господствующий О, Твоя слава да наполнит сердца нам О, Господь, мы открыты для славы твоей Мы открыты для славы твоей И Кум бишь ты грана хамделая к халли ты и а земле и для спирта а эти и 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 г И наполняющий сердцем, И поднаряемся тем, Господь, И Бог на небе, и на земле, И Бог на небе, и на земле, И для спирок, обезьями, и вновь, И поднаряемся тем, Господь, И Бог на небе, и на земле, И для спирок, обезьями, и вновь, 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 Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Отец. Исполни в этот вечер все то, что Ты запланировал. Да будет воля Твоя. Да будет царство Твое. Да будет слава Твоя на этом месте. О, Господь, мы согласны сотрудничать с Тобой. 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 Халлелуйя! Мы будем прийти к Богу! Мы будем прийти к Богу! Оно настолько бывает сильным. Халлелуйя! Что просто хочется пребывать в славе Божьей. Воистину, Павел говорит, что служение Нового Завета, оно славное. Если служение смертоносным буквам, оно было настолько помазанным, что слава Божья, она просто зависала над Ковчегом Божьим, над Скиней Божьей. И эту славу можно было видеть и днем, и ночью. Насколько славнее должно быть служение Нового Завета. Амин! Над тобой должен вообще стоять столб. Идет новый поколение, столб огненный. Кто это такой? Это служитель Нового Завета. Халлелуйя! Халлелуйя! Пришло время, пришло время возвратиться в подлинные позиции славного служения Нового Завета. Служения примирения. Халлелуйя! Я верю не в ту, в такое жалкое подобие славы Божьей, какой-то ореол, какой-то нимб. Это глупости. Когда слава Божья пришла в Первоапостольскую Церковь, там был каждый апостол, как вулкан. Над ним огненные языки. Огненный ураган был там. Это слава Божья. Когда на каждом почиёт огненное помазание. Огра-махатала-бахатия-шакатая. Кур-махатала-рахая. Клама-шэн-дорум-брэш-такая. Аминь. Я верю, что очень скоро, при наступлении сумерков, здесь будет я в высокой сияне до самого неба. Ог-халлелуйя! Брошая! О, слава Божья! Слава Божья! Вы знаете, когда шла слава Божья в израильский народ, когда ковчег возвратился. А что такое ковчег? А в ковчеге были скрижали. А на скрижале было Слово Божье. И когда Слово Божье возвращается в церковь, в церковь возвращается Слава Божья. Аминь. Вначале было Слово Божье, а потом было Слава Божье. Какая гармония вы чувствуете? Слово-слава. Нет Слова, нет Славы. Есть Слово, есть Слава. У тебя есть Слово? У меня на сегодняшний вечер тоже есть Слово. Значит, будет Слава Божья. Халлилуйя! О, халлилуйя, халлилуйя, халлилуйя. Слово Божье обладает таким очень удивительным качеством. Чем меньше его вкушаешь, тем меньше хочется. Ну и наоборот. Чем больше вкушаешь, тем больше хочется. Аминь. Чем мельче, тем мельче. Чем глубже, тем глубже. Аминь. Итак, нырнем сегодня глубже. Ниже трех метров. Аминь. Будьте благословены, садитесь. Аминь, аминь. Славы Божьей полна вся земля. Славы Божьей полна вся земля. О, халлилуйя! Вся латрышская земля полна славы Божьей. О, рабахандахана деситерая. Потому что Бог восстанавливает Скинию. Бог интенсивно созидает Дом Божий. Богу не терпится уже вселиться в свой собственный дом. Аминь. Когда ты строишь дом, тебе не терпится. Ну, когда же быстрее закончится эта штукатурка? Когда же уже накроют крышу? Когда же подадут там тепло? Когда же уже можно будет войти? Как новоселы с нетерпением ждут вселения. Знаешь ли ты, как Бог ждет вселения. Он, 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 о, халлилуйя! Как он не терпит. Он говорит, что войду в вас, буду ходить в вас, буду жить в вас. Как он хочет, чтобы ты быстрее устроил из себя жилище духовное. Аминь. И мы должны понять, что Богу уже хочется найти место покоя. Он уже хочет занять свое место в своем законном доме. А дом его мы. Аминь. Итак, будем продолжать сегодня эту тему устройства или строительства дома Божьего. И зачитываем, снова зачитываем это место. Первое Коринфянам 10. И потом зачитаем еще 12. Первое Коринфянам 10. Я не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, и попили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшем последних веков. Дальше открываем евреям. Дальше открываем евреям. И снова зачитываем это важное место. О служении Моисея и служении Иисуса Христа. Это третья глава. Итак, братья, святые, участники в небесном звании, вы разумеете, посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Всякий дом устроится кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель. А Христос, как сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Что есть вера? Вера – это свидетельство, что ты угодил Богу. Все студенты сказали «Аминь». Это очень серьезно. Итак, мы с вами говорили об устройстве церкви. И принципом устройства ветхозаветнего дома Божьего являлся абсолютный принцип строительства новозаветнего дома. Потому что то, что созидал Моисей, и то, что созидаем сегодня мы с вами, это один и тот же дом. Это одно и то же строение, это одно и то же жилище. Итак, мы говорили о теократическом порядке строительства, о том, что главой всякой власти, главой всякой власти является Бог, устрояющий все. У Бога есть служители. И в ветхозаветной скине, в ветхозаветной церкви этим служителем, посредником между Богом и человеками был служитель Моисей. И Бог Моисею открыл все планы, все проекты, и сказал, вот, Моисей, тебе образец, на горе Господь дал Моисею абсолютные чертежи и образцы, как строить дом Божий. Это был, закон был, как тень будущих благ, но тело было во Христе. Вы понимаете, что каждый штрих, каждая деталь, каждый цвет в этих скинии, каждый образ, и тот же жертвенник, и тот же семисвечник, и те же хлебы предложения, и то же устройство скиния святое, и святое святых, и этот ковчег, в котором лежали, скрижали, абсолютно, каждая деталь, указывали нам на Иисуса Христа. Амин. Мы должны понимать, что это были тени Иисуса Христа. Амин. То есть история, она, в общем-то, приближалась к Христу. Представьте себе, что оттуда бы светило солнце, и здесь бы стоял Христос, и смотрел в историю, которая приближается к Нему. И свет бы падал от Иисуса в историю. И история, она бы развивалась по тени Иисуса Христа. По тени Иисуса Христа, которая падала. И вы знаете, когда шел Моисей, когда он строил скинию, это было не что иное, как проекция от тела Иисуса Христа. Закон был тенью будущих благ. Это была единая модель. Это был абсолютный образец, который пришел с неба. Амин. Потому что Христос – это жертва. Христос – это семицветник. Христос – это есть елей помазания. И Христос есть принцип устройства. Христос есть церковь. И мы с вами являемся ее частью. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что очень важно уразуметь главный принцип строительства, который заключен в этих трех последовательных ступенях. И вы знаете, церковь прежде всего – это команда. И служители, они должны быть в этой определенной теократической зависимости. Идеальную модель дает нам Троица. Точно так же, как Христос един со Своим Отцом и говорит, без воли Отца я ничего не говорю, ничего не творю, я ничего, я и Отец одно. Когда Дух Святой придет на землю, то Он, Христос говорит, от Моего возьмет и возвестит вам все, что Я говорил. То есть, вы посмотрите, Отец, Сын и Дух Святой, они имеют абсолютную, единую программу, которая приходит от Отца. Амин. Это есть идеальная модель. Христос молился и говорил, не моя воля, но Твоя да будет. И Дух Святой действует по воле Божьей. То есть, воля Божья, это есть то, что определяет успех. То, что определяет успех. И вы знаете, эта команда, Отец, Сын и Дух Святой, они завоевали всю Вселенную, всю землю, все народы, все племена, языки. Потому что они были едины в своем теократическом, изначальном положении. И когда Бог строит Скинию, когда Бог строит народ свой, то вы знаете, существует такая же система посредничества. Такая же система посредничества. Если Бог выбирает Моисея, Он Моисею открывает все принципы. Моисею дает помощников. И теперь каждый служитель, который вокруг Моисея, они подчиняются Моисею, как служителю Божьему. Амин. И мы говорили о крещении в Моисея. Это первый, первый, главный ключ к успеху церкви. Господь заинтересован, чтобы в церкви была одна духовная пища. Чтобы в церкви было одно духовное питье. Чтобы в церкви были одни видения. Чтобы в церковь она подчинялась Богу через помазанников, через пророков, через пасторов, через тех служителей, которых Бог поставляет. И очень важно, чтобы каждый служитель оказался верен Богу. И насколько служитель будет верен Богу, настолько и церковь будет верна служителю. На сегодняшний день мы будем говорить о крещении в облако. В прошлый раз мы говорили о крещении в Моисея. Сегодня мы будем говорить о крещении в облако. И это довольно существенная деталь в строительстве Божьей церкви. Нам необходимо с вами сегодня увидеть абсолютную необходимость. Потому что всякий бунт разрушает церковь. Всякое самоволие разрушает церковь. И вы знаете, там однажды в небесной команде, в команде, где был и Отец, и Сын, и Дух Святой, ангелы, архангелы, серафимы и херувимы, вы знаете, там была абсолютная теократическая структура. Но однажды херувим, помазанный, помазанный херувим, вы знаете, он нарушил теократический порядок. Он воспротивился Богу. Он внес диссонанс в работу Божьей команды. И вы знаете, Бог, Бог не зринул его с небес. И тот, кто сегодня противится власти, установленной Богом, он навлекает на себя гнев Божий. Аминь! В строительстве Дома Божьего Бог будет очень строго взыскивать за всякое неповиновение, за всякий протест и бунт. Потому что для тебя и для меня уже был поставлен идеальный пример. Христос был послушен Отцу до смерти и смерти крестной. И теперь для всех послушных Он стал виновником вечного спасения. И так, первый бунт, он был подавлен. Это был тот пример, что в строительстве Дома Божьего мы должны сегодня подчиниться под единую главу, которая есть Христос. И так, крещение в Моисея это есть признание авторитета помазанника, это есть подражание, позитивное подражание, о чем мы говорили. Это очень важный элемент, чтобы ты видел, чтобы ты подражал, потому что это очень важно, очень серьезно, чтобы церковь могла исполнить волю Божью. Христос говорит, научитесь от меня. Павел говорит, подражайте мне. Подражание, но церковном уровне позитивное подражание, учеба. И сегодня мы поговорим о крещении в облаке. Крещение в облаке. Откроем, пожалуйста, 12 главу первого послания Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 12 глава. С 12 стиха. Ибо как тело одно, но имеет много членов, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. и все напоены и все напоены одним духом. Все были под облаком, все прошли сквозь море, все ели и одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, все были напоены одним духом, ибо пили из последующего духовного камня. камень же был Христос. О, халалюйя! И Господь сегодня хочет просто несколько раскрыть, что ветхозаветные принципы и новозаветные принципы суть одни принципы, Божьи принципы, которые пришли от Бога. Амин! Они были напоены одним и тем же духовным питьем. И в Новом Завете мы все напоены одним духом, который пришел от Бога. Что есть крещение в облако? Вы знаете, что любое служение, оно централизовано. Оно централизовано. В церкви не должно быть самостоятельных министров. Ибо все мы члены одного тела. И все члены тела подчиняются одному головному мозгу. Амин! И апостол Павел здесь говорил о крещении в тело. Вы понимаете, как важно нам сегодня понимать, что мы должны креститься в тело, то есть погрузиться в тело, то есть стать органической частью тела. Не быть протезом, а быть органической частью, то есть членом тела Христова. И быть напоенным одним духом. Амин! Вы знаете, что когда Бог сотворил человека из праха земного, Он вдунул в лицо Его дыхание жизни, и тогда стал человек душою живою. Вы понимаете, существует для оригинального тела оригинальный дух, который дает Бог. И когда в оригинальном теле оригинальный или подлинный исконный дух, тогда это есть человек. Амин! Вы знаете, иногда бывает, что в оригинальном теле, кроме оригинального духа, который Бог дал нам, еще какие-то духи живут. И человек хочет, вдруг женщина начинает мужским голосом говорить, отойдите, я не выйду отсюда. И ты смотришь, какой-то другой дух там. А смотришь, а там иногда бывает не один квартирант, а их тысячу квартирантов. Вместо одного оригинального духа, который Бог дал, там, вы знаете, легион, целая армия каких-то квартирантов, духов. И они кукарекают, они хрюкают, они визжат, они говорят, что угодно, когда в теле несколько духов, это бесы. Когда Бог сотворил церковь, когда Он сотворил тело или плоть церкви, оригинальное тело церкви, для оригинального тела церкви, Бог приготовил оригинальный дух церкви. Аминь. И для оригинального тела существует только один дух. Аминь. И Господь втунул в то пасхальное утро в лицо церкви дух. Он сказал, примите. Аминь. дух Божий. И стала церковь живой. Потому что как вера без дел мертва, так и тело без духа мертво. Там не написано тело без духов. там написано тело без духа. То есть у Бога вот такая вот такая у Бога есть очень простая формула. Для одного тела один дух. Аминь. У дьявола мысль для одного тела много духов. Это всю жизнь так. И понимаете, когда ты смотришь в церкви, что одна церковь и во всей церкви, сколько бы там не было людей, там один дух. Все напоены одним духом. И у всех одни откровения. Это Божья церковь. Это дом Божий. Это та модель, которой пользуется Бог. В одном теле один дух. Аминь. Но если ты заходишь в церковь, ты смотришь, а там разные голоса. А я Аполосов. Дух Аполосов. А у меня Дух Павла. А я Кифа. Еще один голос. А другой А я Христов. В одном теле Эд Дуав. Как это называется? Бес Бес. Это не Божья модель. Это модель дракона. У него всегда не одна голова, пять голов. Итак, тезис номер один. В одном теле должен быть один дух. духом. Это есть принцип Божьего творения. Все напоены одним духом и все крещены духом в одно тело. И служения различны, темпераменты различны, характеры наши различны, но все мы крещены одним духом в одно тело. Аминь. Служение в церкви централизовано. служение в церкви оно теократически централизовано. Один дух, одно помазание, одно облако. Потому что там в церкви, где разногласия, где в церкви разномыслия, эта церковь поражена бесами. Это точно так же, как женщина вдруг начинает говорить мужским голосом. И так же, как человек, который вдруг начнет кукарекать. И ты можешь сказать, что он одержимый, в нем бесы. Точно так же, когда ты приходишь в церковь и слышишь, что один голос, то одни откровения, то привет из Сан-Франциско, то там Христос на лыжах где-то там спешит на землю, то видишь там еще какие-то вещи. О, это есть логово бесов. Амин. Итак, смотри, в какой ты церкви и берегись, берегись, что в твоей церкви не оказалось бесов, чтобы не оказались демоны. Мы крещены одним духом в одно тело. У нас одна глава и мы подчиняемся Иисусу Христу. Все устроивший есть Бог. Амин. Итак, апостол Павел, апостол Павел, когда он приходил в церкви, вы знаете, его этот вопрос волновал в первую очередь. Он следил за централизацией. Он смотрел, чтобы в церкви не было бесов. Он говорит, а я не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами. Я не хочу, чтобы дьявол смеялся над вами. И Павел, он строил церкви по Божьему принципу. Посмотри, первые главы каждого послания, они свидетельствуют о важной такой тенденции, о тревоге Павла, как устроить церковь, как бороться за единство, как восстановить Божий порядок в церкви. Крещение в облако и крещение в Моисея. это это те неизбежные этапы строительства по местной церкви. Обратите внимание, здесь первое послание Коринфина, 10-я, первая глава, 10-й стих. Он приходит и говорит, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Амин. То есть приходит апостол Павел и говорит, друзья, если вы хотите состояться как церковь, вы должны будете крещены в Моисея и в облако, чтобы вы все напоены были одним духом, чтобы одни откровения были у вас, чтобы в вашем теле был один дух. Амин. Чтобы не было разделений, потому что там, где разделение, там дьявол. Там, где разделение, там дьявол. И мы видим эту демоническую структуру Коринфянской церкви, где религиозные бесы на разнобой кричат каждый со своей трибуны. И вы знаете, здесь римлянам 16 глава 17 стих, вы знаете так, та же тональность апостол Павел, как мудрый домостроитель, он приходит в римскую церковь и говорит, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира да сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Он приходил и Он говорит, тот человек, который приходит в церковь и приносит иное учение, тот человек, который приходит в церковь и приносит иное учение, который приходит в ячейку и говорит, а вы знаете, вы не совсем правильно этот вопрос понимаете. Вы понимаете, нужно вот так вот понимать. И вы знаете, Писание говорит так, что если этот человек пришел и сеет расколы, и сеет разные ереси. Он не служит Богу, он не созидает дом, он бес. Просто гони его в шею, и все. Ко мне пришел лидер ячейки и говорит, пришел какой-то один брат, какой он тебе брат, и говорит, что вы знаете, а вот у вас неправильно учат вот так, а у вас неправильно учат вот так, а у вас неправильно учат так. Открывай Римлянам 16-17. Читай и скажи, Бог мира сокрушает сатану под ногами нашими. Во имя Иисуса Христа, вон отсюда. Остерегайтесь таких людей, ибо эти люди служат не Господу Иисусу Христу, они служат своему чреву. Амин. Апостол Павел ревновал. Знаете, апостол Павел ревновал, как мать за своих детей, когда видел, что вот эту целостную теократическую модель, единство церкви, просто нагло входят, различные лжеучителя, различные гастролеры, и они там просто производят эту разрушительную, разрушительную работу. Вы понимаете, что апостол Павел, он требовал централизации служения. И ему было совершенно небезразлично. Совершенно небезразлично, какова ситуация в церквах. Обрати внимание, 1 Фессалоникийцам 5.27. Посмотри. Посмотри, как относится апостол Павел, я бы сказал, ревниво, к строительству своих молодых церквей. Открой, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам 5.27. 1 Фессалоникийцам 5.27. Здесь записано так. «Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем святым братьям». Он заклинает и говорит, чтобы во всей церкви была одна пища, одно питье, одни откровения, чтобы в церкви был один дух. Амин. И он заклинает и говорит, чтобы вы это послание читали, потому что видевший меня видит Бога. Читающий это послание читает Божье послание. И в 1 Коринфянам 3 главе он говорит, «Вы – письмо Христово». Сначала он говорит, «Вы – письмо наше». Понимаешь? Что такое Божий помазанник? Это есть посредник между Богом и человеком. И Павел говорит, «Вы – письмо наше». А потом говорит, «Вы – письмо Христово». Потому что все, что принадлежит Христу, принадлежит нам. Амин. И все, что мы говорим вам, это говорит вам Христос. И все, что мы пишем на скрижалях вашего сердца, это есть письмена Духа Божьего. Амин. И тот, кто противится нам, тот противится Духу Святому, тот противится Богу. И поэтому проклятие приходит всякой бунтующей личности. Амин. Итак, Павел ревниво охранял теократическую структуру церкви. Он ревниво охранял централизованное служение. И он писал послание, и говорит, сам Господь говорит вам. И вот, посмотри, если в первом послании фессалоникийцам он следит за этим и говорит, «Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем святым братьям», то в конце второго послания фессалоникийцам, вы знаете, его строгость достигает максимума. Прочитай, пожалуйста, 3.14. Он говорит, «Если же кто не послушает Слово нашего в этом послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Вы понимаете, что такое крещение в Моисея и в облако? Что такое крещение в Моисея и в облако? Мы сейчас начинаем подходить к облаку. С чего начинается облако? Слово Божье, которое в устах лидера. Слово Божье, которое в устах помазанника. Потому что над Словом Божьим обитает Слава Божья. Потому что Бог бодрствует над Словом Своим, над Откровениями Своими. И там, где есть Божье Слово, там присутствует облако Божьей Славы. Амин. Слава Божья, она не является на пустом месте. Слава Божья не является там, где люди болтают о политике, о ценах и о религиозных вещах. Облако и Слава Божья, она никогда не придет на пустом месте. В пустой голове, в пустом сердце, в пустой церкви никогда не явится облако Славы Божьей. Но главным условием, чтобы пришла Слава Божья, это было Слово Божье. Над чем завистал столб облачный и огненный в Израиле? Над Словом Божьим. Потому что там, над Скинией, зависал Слава Божья. Если, вы знаете, этот столб зависал прямо над ковчегом Откровений. Там, где Откровение, там и Слава Божья. Амин. И поэтому апостол Павел, когда он писал послание и строил церкви, он централизовал это. Его цель была, чтобы была одна пища, одно питье, один дух в одном теле и не было разделений. Павел добивался того, чтобы члены церкви крестились в Моисея, крестились в облако. Это значит, крестились в Слово и послание и Откровение, которые Бог дает им. Амин. Что такое крещение в Моисея? Это значит, креститься в учение Моисея. Это значит, креститься в доктрины Моисея. Это значит, чтобы Откровения Моисея стали твоими Откровениями. Чтобы ты растворился в них. Чтобы они проникли в твое сердце. Амин. Очень важно, чтобы ты понял это. Если ты не крестишься в Откровение Моисея, при первом же испытании церкви, ты окажешься за бортом церкви. Амин. Как те 70, которые ходили с Иисусом, но они не крестились в Иисуса. Они остались при своих и в минуту серьезного испытания, они просто повернулись и ушли. Они не удостоились чести быть живыми камнями, вложенными в стену духовного дома, которым является церковь. Амин. И Павел, говоря об Откровениях Божьих, он говорит, заклинаю живым Богом, чтобы вы слушались, чтобы вы крестились послами, чтобы вы читали послание, чтобы вы проникали в это послание, чтобы вы пропитывались, чтобы вы крестились. Потому что помазание придет после Слова Божьего. Амин. Не помазание сначала, а потом Слово. Сначала Слово, а потом помазание. Запомните, формула остается неизбежной. Вначале было Слово, а потом помазание. И когда Петр говорил Слово, Дух Святой сошел на слушающих. Амин. Облако пришло. Вы понимаете, когда Петр говорил Слово, облако пришло. И они, растворившись в Слове Петра, крестились в облако. Амин. И когда апостол Павел говорил Слово, то приходит помазание, и приходит облако. Ты берешь кассету, пригносишь домой, вставляешь и смотришь. И когда ты слушаешь Слово, облако приходит. И когда ты растворяешься в этих откровениях, ты начинаешь креститься в облако. Амин. И Павел, если бы сегодня был, он бы брал кассету со своим посланием. Он говорит, заклинаю вам живым Богом. Покажите эту кассету всем ячейкам. И кто не будет слушаться этого, заклинаю живым Богом, того на замечание. Ты будешь говорить, а у меня свои откровения. А у меня со мной тоже Бог разговаривает. Бесы с тобой разговаривают. Если ты отказываешься от этой кассеты, Павла. Шоркать начинает, да? Скоблить начинает. Вроде бы покушаются на мою свободу, которую даровал нам Христос. Нет, мы хотим разбить бунт в твоих мозгах. Мы хотим разбить колдовство в твоем сердце. Мы хотим разбить амбиции, чтобы ты был свободен. И Павел, вы знаете, очень строго, очень строго говорит так. Кто не послушает Слово нашего в этом послании, того имейте на замечание и сообщайте с ним. Он отказался креститься в Моисея и в облако. Он отказался креститься в Моисея и в облако. У него свои откровения. Он мыслит, что это строение нужно строить несколько иначе. Кому дан образец строительства церкви? Если бы на строительной площадке плотнику были бы свои откровения, и он бы стругал и начал туалет строить вместо кухни. А если бы там другому каменщику бы пришло откровение, он сказал, причем тут прораб, какое твой дело? Я сам специалист, и я с Богом говорю. И он бы выстроил, вы знаете, вместо комнаты, он бы там склеп выстроил вот такой. И сказал, вот знаете, крест дубов еще надо поставить. Сказал, вы что делаете? Вы что делаете? Каждый делает то, что ему заблагорассудится. Это же безумие. В мире такого не происходит. Представь себе армию такую. Пехота говорит, надо туда идти. Мало ли, что он генерал, говорит, что туда. Пойдем туда. А там наши. Ну и что, а нам кажется, это враги. Авиация летит в другую сторону и говорит, а что нам этот главнокомандующий? Мы сами с усами. И мы будем бомбить. А какие города? А какая разница? Города. Мы верим, что это вражеские города. Мир бы с ума сошел, если бы начали действовать так, как сегодня действуют религиозные деятели. Но сыны века сего догадливее. Они как-то умудряются подчиняться главнокомандующим. Аминь. Они как-то умудряются подчиняться своим генералам. И поэтому выигрывают войну на Ближнем Востоке. Аминь. Но в духовном мире, вы знаете, проявляется такое невероятное, катастрофическое, абсурдное положение, когда каждый член говорит, а я сам с Богом говорю. Я как сейчас помню, мы собрались на ячейках, и я говорю, Господь дал откровение, и мы должны планировать рост церкви. И каждая ячейка должна запланировать, сколько людей возьмете в следующем году. У многих задымились извилины. И потом они свидетельствовали уже, говорят, как можно планировать работу Духа Святаго. Так кто управляет кем? Или Дух Святой нами управляет, или мы Духом Святым? Планировать. Это же коммунизм, это что-то бюрократическое, и что-то такое. Мозги начали дымиться. И кто-то говорит, на следующий день, когда я собрал лидеров ячеек, я говорил, так, сколько вы запланировали? А я получил откровение, что не за количеством надо гнаться, а за качеством. От кого ты такое откровение получил? Я говорю, это бесы. Если в теле получает, если в теле начинает звучать еще какой-то голос, ну, если женщина начинает мужским голосом говорить, кто это? Бесы. Я сказал, если ты не освободишься от этого откровения, мы будем из тебя бесов изгонять. Он обиделся и ушел. Он отказался креститься в Моисея и в облако. Он отказался подчиняться той системе Божьих откровений. И потом другой человек свидетельствовал ко мне и говорил, знаешь, у меня такой бунт возник, безумие, ну, это вообще уже. Скоро политэкономия духовная получится у них. Скоро будут они вообще бухгалтерию там рассчитывать, Бог, ты там вот, и еще что такое. И потом Бог начал меня обличать и говорит, слушай, а когда зима наступает, ты ничего не планируешь? Планирую. Ты сапоги себе планируешь зимой ходить? Или ты в тапочках ходишь? Вообще да. А ты уголь покупаешь зимой, чтобы печку-то пить? Или ты говоришь, а я верою живу? Аллилуйя! Вообще-то да, планирую. Но когда ты ждешь ребенка из роддома, ты не покупаешь коляски, погремушки, соску, ну и все вещи. А знаешь ли ты, что когда церковь ожидает новорожденных, она тоже должна готовить и коляску, и семинары, и воскресную школу, и аудиторию? Она говорит, пришлось Богу мне объяснять столько времени, и оказывается, что это Божье откровение. И она пришла и сказала, аминь, аллилуйя, я согласна. Аминь. Павел пишет, кто не будет слушаться послания, то вы имеете на замечании. Остерегайтесь людей, вносящих разделение и расколы. Аминь. О, рыбатандая. Краманда хала ханди гесталая. Открой, пожалуйста, еще. Мне так нравится возмущенный Павел. Вы знаете, я, когда исследую его эмоции, вы знаете, это прекрасно видеть, как он плачет. Вот видите, Коринфян, он говорит, я три года плакал с вами. Знаете, юмор рождает церковь, воспитывает церковь, благословляет ее. И в конце послания они задают вопрос, а Христос ли говорит в тебе награда за труд? Павел, а может быть, ты сумасшедший? Это не Христос, а дьявол. Он говорит, вы ищите доказательства, Христос ли говорит во мне? К великому сожалению, коринфи не так и не справились. Это образец, образец. Как не надо служить Богу. Аминь. Образец демократической церкви, где вся власть с советом. И вы знаете, когда исследуешь, как Павел реагирует, как он иронизирует. Ну, допустим, он говорит, я брал у вас средства. Ну, простите меня за это, что я ни у кого из вас ничего не брал. Ну, извините меня. Знаете, я бы хотел видео иметь, когда он беседовал с ними. Я бы, интересно бы посмотреть, как он реагирует. Потому что иконы, это не видео. Я не верю иконам. Павел чуть-чуть лысоват, или с бородой. Откуда они знают, что он лысый? Во всяком случае, интересно бы посмотреть было на его реакцию, как он там возмущается. И когда ты читаешь Галатам первую главу, вы знаете, я прямо предчувствую его эмоции, его нахмуренные брови. Посмотри, какая динамика его рассуждений. Он очень короткое вступление написал, и он был возмущен, потому что видел, что бесы атаковали Галатийскую церковь. Там было все начато духом. Там был положен краеугольный камень, фундамент. Началось строительство дома. Ох, аллилуйя! Христос! Основания! Спасены по благодати! Все так прекрасно! Не успел он уехать. Слышит известие. Павел что-то закосил. Что-то он неправду нам сказал. Поверь, ничего не делать. И вот так вот и спасены. Давай снова обрезаться. И там снова наточили ножи еврейские. Я сказал, Павел, слишком простую дорогу. Слишком простое у тебя учение. Вот так вот. И мы будем обрезать. Каются люди. Обрезан? Нет. Не спасен. А что надо делать? В ту комнату. А что там? Обрезание. Адам стоит с ножом. Вперед. Ты старая тварь. Заходи туда. Вы смеетесь. Это был серьезный вопрос спасения. Не обрезан, не спасен. В ад идешь. А обрезан в госпиталь. Это было ужасно. Это было ужасно. Представляете, приходишь, там кровавая комната. И больные братья лежат. Обрезанные. Наносил, как домой принесли. Жена, что с тобой? Покаялся. О, ужас. И когда Павлу, вы знаете, репортаж такой написали. Павел, у нас новые откровения. Какие? Обрезальная комната. У Павла зашевелились волосы. Ужас. Он срочно берет перо. Он срочно берет перо. Посмотрите, какое короткое вступление. Он здесь не говорит. Благословены. Всяким благословен на небесах. И держава, и слава вовеки. Посмотрите, какое короткое. Но оно такое стремительное. Он уже пишет. Он говорит так. Павел, избранный не людьми, и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим и смертвием. Всем находимся со мной, братья, церквам галактическим. Знаете, как этот. Факс. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога Отца нашего. Ему слава в веки веков. Аминь. Это была шапка. И потом, посмотрите, какое возмущение. И он пишет. Удивляюсь. Удивляюсь. Запятая. Что вы, от призвавшего вас к благодатью Христовой, так скоро переходите к новому благоествованию. Запятая. Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, превратить это, исказить, изменить благоествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема. Как прежде мы слышали, так и теперь говорю. Кто вам благовествует не то, что вы приняли, да будет анафема. О, Боже, какой строгий стиль письма. И эти обрезальщики стоят и читают. Смотри, факс какой колючий, анафема. Что такое анафема? Анафема, да просто, да будет отлучен и все. И он пришел в церковь, и он увидел, что опять пришло нарушение. Он говорил одно, давал одну духовную пищу, давал одно послание, говорил одно учение. Вдруг другое учение возникло. Оказывается, не надо благодати давать и острой ножи. И он говорит, удивляюсь, ну как это вы могли, начавши духом заканчивать плотью? Вы, у которых Христос Иисус был предначертан перед глазами, как бы у вас распитый, и вы возвращаетесь снова к делам закона. Если делами закона оправдывается плоть, для чего нужна жертва Иисуса Христа? Вы знаете, он ревновал, он возмущался, он просто протестовал, он их тряс за плечи и говорил, кто внушил вам уходить от того благовествования? И посмотрите, основание апостолов, это было подлинное основание церкви. И Павел вообще говорил, что если бы даже кто-то другой, даже ангел с неба, и даже ангел с неба бы пришел и сказал, вот я принес вам другую весть, да будет анафема. Амин. Посмотри, как Павел требовал и как Павел неукоснительно выполнял эти принципы крещения в Моисея и в облако. Амин. Мы с вами должны понять реакцию Павла. Мы должны понять, почему он удивлялся, возмущался. И читай послание к Галатам и ты увидишь, ты увидишь эту уже реставрационную, реставрационную работу, которую пришлось Павлу совершать. Понимаешь, что бесы ненавидят теократию. Бесы согласны заменить ее любой системой. Будь это гуманизм или альтруизм, будь это дела закона, будь это псевдосвобода харизматии или будь это закон пятидесятнических церквей, будь это или абсолютная анархия или диктатура, дьявол тебе даст любые другие средства, кроме теократии. Дьявол будет топтать Божьи откровения. Он будет тебе вместо Иисуса Марию даст, вместо апостола Павла какого-то святого Иннокентия. Он даст тебе вместо Евангелия от Матфея жития святых какого-нибудь святого Иоанна Третьего. Вы понимаете, дьявол ненавидит теократию, дьявол ненавидит Божий дом, дьявол ненавидит Божий порядок, и поэтому он посылает своих лазутчиков, своих служителей, чтобы нарушить, чтобы разрушить, чтобы исказить планы Божьи. Но Павел говорит, что мы вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившими подсмотреть за нашей свободой, чтобы поработить нас, мы не уступили ни на час. Аллилуйя. Ты понимаешь, что значит охранять дом Божий? Что значит говорить ревность по доме снедает меня? Это как Христос, который пришел и увидел на святом месте запустение, ох, он взял бич, он там навел порядок. Аллилуйя. И ревность по доме Господнем, она пребывает на каждом служителе Божьем. Аминь. Моисей говорит, суббота да будет исполнено. И вдруг там какой-то парень дрова собирает. В субботу ты почему нарушаешь? Кто не будет исполнять заповедь, да будет победка. Моисей, ну что за скандал? Ну он же, ну он просто дрова собирал побить камнями, чтобы другим повадно не было. Вы знаете, как серьезно? Дом Божий свят. И Бог ревнует. И Бог хочет строить. Итак, мы должны понять, что эти принципы, они абсолютно вечные, единые, как новозаветные, так и ветхозаветные. Крещение в облако и в Моисея. Читая другие послания, и ты увидишь, что Павел централизовал и свое богословие, и свое помазание. Что такое крещение в Моисея и в облако? это централизация и богословие, и помазание. Это централизация и богословие, и помазание, чтобы в церкви была одна пища, одно питье, одна стратегия, чтобы все мы одним духом крестились в одно тело, чтобы у нас был один Господь, одна вера, одно крещение. Это есть единственное условие взять нацию. Ты сегодня говоришь, о, мы возьмем сейчас, я возьму Сакраменто, а ты возьмешь апартамента. Ты ничего не возьмешь, если у тебя не будет единства, если у тебя не будет крещения в Моисея и в облако, а ты говоришь, а мы возьмем сейчас весь Западный Урал, а я возьму Дальний Восток. Запомни, не будет крещения в Моисея, не будет крещения в облаке, не видать тебе обитованной земли. Если новое поколение это не поймет Если новое поколение не освободится от бунта От собственных личностных амбиций Если новое поколение не освободится от Кореев, Дафанов и Аверонов Не видать обитованной земли Крещение в Моисея Крещение в облако Это есть главные принципы устроения Дома Божьего Итак, крещение в откровение и крещение в Слово Божье И на сегодняшний день Если ты сегодня будешь внимательно исследовать развитие нашей Церкви Ты увидишь, как мощно в последние дни Бог крестит нас в Слово Божье Бог крестит нас в откровение Божье И Господь одним Духом крестит нас в тело Амин И мы начинаем видеть, как велик Господь Какая велика задача перед Церковью Какие великие полномочия и авторитет имеет Церковь И я готов креститься Аллилуйя Это великое счастье Амин Итак, друзья Мы сейчас рассмотрим, что такое облако Облако – это и слава Божья Я бы не хотел очень детализировать Детализировать различные детали Но я должен сказать, что облако – это и слава Божья Облако – это и слава Божья И это и помазание Причем, когда мы говорим о том, что в каждой церкви есть свой помазанник И свой служитель, свой Моисей Мы говорим так же, как в войсках авиации есть свой командующий В пехоте есть свой командующий И там, в морском флоте есть свой командующий Точно так же и в армии спасения Иисуса Христа есть свои войска И каждая церковь, она представляет собой какой-то свой специфический род войск Амин Если сегодня говоришь, а мне эта церковь больше нравится А я там, мне кажется, те откровения больше Так ты выясни, ты кто – пехота или авиация Ты выясни свое звание и свое призвание И ты найди свой боевой расчет Найди своего помазанника Пусть Иисус Навин найдет своего Моисея Пусть Елисей найдет Илью Пусть Тимофей найдет Павла Найди помазанную церковь Найди помазанника Найди того, которому ты мог сказать Я хочу твоего покровительства Амин Пришло время, когда мы должны решить этот вопрос Быть или не быть Знаешь ли ты, что прошло время одиночек-гастролеров Прошло время скитающихся монахов Пришло время церкви Пришло время церкви И сегодня Бог обращает внимание на церковь И все, что вне тела, Господь не имеет в виду Запомни это Если ты не крещен в тело Если ты не в поместной церкви Если ты не имеешь сегодня какого-то духовного покровительства Ты в глазах Божьих ничто Для Бога существует сегодня Христос Кто такой Христос? Мы Христос Мы Его члены тела Мы крещены Мы члены Его тела У нас глава Амин Итак Облако Это помазание И каждый лидер Каждый духовный помазанник Будь это Самуил Будь это Павел Будь это Моисей У каждого служителя Есть свое Неповторимое Уникальное Личностное помазание Я повторяю Служение Различное Дары Различное Служители Различные И у каждого служителя Есть свое Уникальное Неповторимое Персональное Личностное Помазание Непохожее Ни на одно Из других Я абсолютно верю Что помазание Ульф Экмана Это что-то иное Чем помазание Бенни Хина Я абсолютно верю Что помазание Рейнхарда Бонки И помазание Рейма Коли Это разные Потому что Они люди разные Характеры разные Темпераменты разные Призвания разные Служения разные И Это личностное Помазание Которое мы Условно назовем Облаком Оно Различное Для каждого Конкретного Служителя Аминь У Гедрюса Вильнюсе Свое Личностное Помазание И у него Есть свое Облако Свое Помазание У меня Мое Личное Индивидуальное И неповторимое Личностное Помазание У меня Свое Облако И те Которые Находятся Вильнюсской Церкви Слово Жизни Они должны Креститься В Гедрюса И в Его Облако Аминь Они должны Соединиться С Ним В одном Духе В одних Откровениях В одних Витениях Они должны Получить Покровительство Духовное От своего Генерала Аминь Если ты Сегодня Здесь Ты должен Сегодня Понимать В какое Облако Ты должен Креститься Ко мне Подходят Люди И говорят Мы Новое Поколение Ну Мы Поедем Учиться В Тарту Знаете Мне Все Равно Куда Бы Ты Ехал Учиться Я Не Против Никакой Школы Но Это Говорит О Не Утвержденной Позиции Члена Церкви Аминь Просто Этот человек Не понял В какое Облако Он Должен Креститься Я Опять Повторяю Мы Должны Знать Если Мы Пехота Мы Пехота Если Мы Десантники Мы Десантники Это Такое Странное Заявление Когда Десантник Говорит Вы Знаете А я Пойду Наверное В военное Училище Морского Флота Слушай Ну Ты же Десантник Какая Разница Там Такой Помазанный Учитель Слушай А ты Кто Какое У тебя Звание Ты Кто Вообще Такой Все Равно Какой Поймите О чем Я Говорю Поймите О чем Я Говорю Поймите О чем Я Говорю Каждый Должен Знать Своё Духовное Покровительство Я Не Против Ни Одного Помазанника В мире Но Ты Должен Знать Своё Место Своего Моисея Своё Облако Свою Церковь Своё Войско Свою Дивизию Свой Боевой Расчёт Амин Я Не Верю Что Если Лётчик Будет Отличным Образом Учиться В танковом Училище И он Потом Придёт И скажет Я Получил Образование Какое Военное А на кого Ты учился На Танкиста А что Ты В лётчиков Делаешь Какая Разве Там Железо И здесь Железо Там Война И здесь Война И там Учат Врагов Бить И здесь Врагов Учат Бить Ну Что Объяснить Такому Лётчику Перелётчику Ну Разве Только Посоветовать Ещё Пойти В кулинарный Техникум Это Тоже Может Ему Пригодиться И Весь Балкон Сказал Итак Ты должен Знать Свой Боевой Расчёт Своё Войско И Своё Боевое Место Амин Итак Каждый Служитель Я повторяю Обладает От Бога Своим Уникальным Неповторимым Личностным Помазанием Которое Формирует Данную Церковь Бог Совершенно Не заинтересован Штамповать Церкви Бог Совершенно Не заинтересован И не ставит Прессу целью Делать Совершенно Одинаковые Церкви Модель Церкви По Модели Личностного Помазания Пастора Амин Бог Запомните Бог Считается С личностной Характеристикой Помазанника Дерек Принц Он Очень Серьёзный Бог Считается С ним И он Даёт ему Своё Помазание Это Свой Такой Специфический Дар Бенехин Этот Аристократ Может Дуть В микрофон Смеяться Над Каким Небудь Там Кепи Бог С ним Считается И даёт Ему Своё Неповторимое Уникальное Помазание Геннет Копланд Имеет Своё Он Позволяет Себе Так Шутить Что Если бы Дерек Принц Пошутил С него Всё Помазанием Слетело А Скопланд Не Слетает Говорит Ну вот Опять Приехали Снимай Штаны И Спускай Бочок Кто-то Боже Ну Это Уже Грех Такой Но Не К смерти Правда Но Всё равно Грех Такие Вещи Говорить А Для Него Не Грех А он Вот Такой Индейской Крови Дикарь В духе И Он Растёт Помазание И Всё И Представь Бог Считается С ним Вот Вот Какой Он Есть Амин Брин Дала Кромаш Такая Со Мной Бог Считается Какой Я Уродился Уже Вот Такой Какой Я Есть И У Меня Своё Помазание Если бы Ты Был У Копланда Ты Должен Креститься Был В Него И В Его Облако Какой Поп Такой Приход Это Абсолютная Истина Амин Если Пастор Флегма Членов Его Церкви Легко Узнать В Городе Потому Что Они Уже Крещены В Его Облако Столкнулись Таким Живом Брат Халилю Иисус Жив Они Крестились Его Облако Амин Если Пастор Халерик Церковь Крещена В Халерическое Помазание Амин Увидишь Таких Психов Знаешь Что Это Его Члены Церкви Халерик Халерик Амин Амин Так уж Страшно Не Правда Ли Там Несколько Парней Отказались Креститься И они Крестились Какую-то Бездну Там Дна Не Было И провалились Туда Вниз Так Чем Проваливаться Туда Вниз Будь Халериком Чувствуешь Облако Приходит Как Тони Грека Рассказывает Как он Поженился И он Говорит Я был Где-то В Индии И Говорит Туда Приехалось Слово Жизнь Знаете Их Везде Отличили Но и в Индии И в Африке Они все Кто такой Эх Это сразу Ясно Кто Это Слово Жизни Орут Кричат Прыгают Скачут Вы знаете Это такая Великая Награда Служителю Услышать Что Церковь Это есть Реклама Пастора Что действительно Кто видел Церковь Тот видел Пастора Кто видел Пастора Это то Что Бог Хочет Видеть Аминь Вы знаете Это совершенно Не грустно Это совершенно Не грустно Как Моя Индивидуальность Размыта Аминь А как же Персона Древнее Все Прошло Вместе С твоей Персоной Аминь Аминь А мы теперь Во Христе Иисусе Аллилуйя Итак Друзья Мы не покушаемся На вашу Индивидуальность Мы беспокоимся О твоей Духовной Защищенности Если у тебя Не будет Конкретного Покровительства От конкретного Помазанника Божьего Ты Будешь Подвержен Самым Мощным Атакам Демонов Они тебя Сожрут Они тебя Задушат И никто Не придет К тебе На помощь Аминь У Бога Есть Система Посредничества Скажешь Мой Бог Защитит Меня Если ты Вне тела Ты бунтарь Бог не будет Защищать Тебя Аминь Твоя защита В Доме Божьем А Дом Его Мы Аллилуйя Я видел Многих людей Которые уходили Из-за церковь Которые уходили Из-за тела Они погибали Бесславно От них Оставались Руины От них Оставались Развалены Потому что Тех Которые Отставали От Израиля Отстающих Приходила Малик И по одному Их всех Добивал Как тараканов И никто Не пришел Потому что Стан Израильский Он двигался За столпом Облачным За столпом Огненным Аминь Крестись В Моисея Крестись В облако И не отставая Церкви Не отставая Церкви Отстающих Добивает Амалик Будь в числе Передовых Пропитывайся Откровениями Церкви Если тебе Что-то еще Не открыто Заходи домой Я помню Как Андрей Говорит Когда я слышу Что пастор О чем-то Говорит Но это не Отзывается В моем Духе Для меня Это сигнал СОС Для меня Это сигнал Тревоги Я прихожу Домой Я говорю Господь Я тоже Хочу пропитаться Этими Откровениями Господь Пусть Это пройдет В мое Сердце И когда Господь Проникает Твое Сердце Этими же Откровениями Тогда Успокаивается Душа И говоришь Аллилуйя Ты должен Заботиться Об этом А что такое Крещение А крещение Это не мгновенное Погружение Крещение Это сначала По щей колодку Потом По пояс И потом Полностью Аминь Если ты еще Крещен по колено Побеспокойся О том Чтобы крещение Было Полным Погружением Аминь Чтобы все Мозги Все чувства Все мысли Чтобы все Фибры души Они просто Были погружены В это движение Помазание Которое Сегодня Имеет Церковь Аминь Итак Что такое Облако Давайте разберем Все-таки Что такое Облако Я понимаю Ты улыбаешься И говоришь Облако в штанах А Маяковскому Ничего Не говорим И знать Ничего Не хотим Маяковский Хотел На облако Надеть штаны Но вы знаете Это глупые затеи Абсолютно глупые Открыл Исход 19.9 Облако Это Помазание Это Слава Божья Потому что У нас Каждого Служителя Который Верен В доме Божьем Бог Определил Великую Славу Божью Если Служение Ветхого Завета Оно Оно Было Славным Что Моисей Светился Божьей Славой То Каждый Новозаветний Служитель Которого Бог Поставил В доме Своем Он Удостаивается Той же Самой Высочайшей Чести Ходить В славе Божьей И Возвещать Славу Бога Аминь Облако О слава Божья Итак Исход 19 19 9 Что такое Слава Божья Что такое Облако И мы посмотрим Как это происходит Крещение Исход 19 9 Исход 19 9 Здесь Записано Так И Сказал Господь Моисею Вот Я приду К тебе В том Облаке Дабы Слышал Народ Как я буду Говорить С тобой И поверил Тебе Навсегда И Моисей Объявил Слова Народа Господу И Дальше И Сказал Народу Будьте Готовы К третьему Дню Не Прикасайтесь С Женом На Третий День При наступлении Утрав Были Громы И молнии И Густое Облако Над Горою И Трубный Звук Весьма Сильный И Острепетал Весь Народ Гора Жесинай Вся Дымилась От Того Что Господь Сошел На Нее В Облако 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 Это Место Встречи Человека С Богом Это Когда Человек Спрашивает А Бог Отвечает Облако Это Помазание Это То Пространство Насыщенное Божьими Откровениями Каждый Служитель Должен Слышать Голос Божий От Уст Священника Ищут Ведение И Каждый Помазанник Он Повинуется Голосу Божьему Овцы Его Слушают Голос Его Все Водимые Духом Божьим Суть Сыны Божьей Облако Это Когда Бог Говорит Человек Аминь Идем Дальше Исход 40 33 38 Исход 40 40 Мы Должны Увидеть В Какое Облако И Что Такое За Облако Куда Мы Должны Креститься Исход 40 33 38 И Поставил Двор Вокруг Скини И Жертвенника И Повесил Завесу В воротах Двора И Так Окончил Моисей Дело И Покрыло Облако Скинию Собрание И Слава Господня Наполнило Скинию И Не Моисей Войти Скинию Собрание Потому Что Осеняло Ее Облако И Слава Господня Наполняло Скинию И Когда Поднималось Облако От Скинии Тогда Отправлялись В путь Сыны Израилевы Во все Путешествие Свое Если Не Поднималось Облако То И Они Не Отправлялись В путь Доколе Оно Не Поднималось Ибо Облако Господне Стояло Над Скинией Днем И Огонь Был Ночью В ней Перед Глазами Всего Дома Израилева Во все Путешествие Их Облако Это Слава Божья Это Область Божьих Откровений Облако Это Присутствие Самого Бога Все Согрешили И Лишены Славы Божьей Запомни Когда ты Грешишь Ты лишаешься Помазами Ты лишаешься Откровенности Божьей Ты лишаешься Облака Присутствие Божьего Но Когда мы Освобождаемся От греха И Наше Сердце Чисто То Блажены Чистое Сердцем Они В облаке Славы Божьей Они Слышат Голос Божий Они Слышат Что Бог Повелевает Куда Бог Хочет Вести Это Штаб В котором Бог Руководит Людьми Открываем Дальше Левит 16 2 Идем Дальше Левит 16 2 Что Здесь Об облаке Говорит И И Сказал Господь Моисею Скажи Аарону Брату Твоему Чтобы Он Не во всякое Время Входил Во святилище За завесу Перед крышкой Что на ковчеге Дабы Ему Не умереть Ибо Над крышкой Я буду Являться В облаке Бог Говорит Я Буду Являться В облаке Где Где Ковчег Откровений Ох Аллилуйя Вы понимаете Не в столовой Нет Не там Где мы Может быть Можем На красном святофоре Стоять И ждать Не тогда Когда мы В суете Бежим Когда мы Заходим В тайную комнату В святое Святых Когда мы Открываем Ковчег Завета Открываем Слово Божье Писание говорит И тогда Там Я буду В облаке Являться Тебе Место встречи Изменить Нельзя Над Словом Божьим Является Слава Божья Облако Хочешь Войти В облако Открывай Ковчег Открывай Библию Исследуй Ее Бог Бодрствует Над Словом Своим Как Облако Как Слава Божья И он Здесь Говорит Я буду Являться В облаке Там Во святом Святых Идем Дальше Матфея 17 1 5 Это интересные вещи Пойдем в Новый Завет Матфея 17 1 5 Вы уже догадываетесь О чем идет речь Матфея 17 1 5 По прошествию Дней шести Взял Иисус Петра Квояна Брата Его И возвел их на гору Высоку от них И преобразился Перед ними И просияло лицо Его Как солнце Одежда Его сделалась Белыми Как свет И вот Явились И Моисей И Илья С ними Беседующие И Петр Сказал Иисусу Господи Как хорошо нам быть здесь Если хочешь Сделаем трекуще Тебе Одну Моисею Одну Ильи Когда Он еще Говорил это Вот облако светлое Отсенило их И вот голос Из облака Глаголющий Это есть Сын Мой Возлюбленный В Котором Мое Благоволение Его Слушайте Господь Не изменяет Своим принципам Вы обратили Внимание Если Он Говорил это Ветхозаветным Служителям Что в облаке Я буду являться Над словом Своим То этим Трем ребятам Из команды Иисуса Посчастливилось Войти В это облако И они были там На высокой горе Как Бог Пообещал Он так Исполняет Амин Он явился В облаке Что такое облако Это есть Область Откровений Божьих Это есть То место Место Присутствия Самого Бога Где Бог Говорит Я буду Говорить с тобой В облаке Я буду Говорить с тобой В помазании Я буду Говорить с тобою В присутствии Святости И праведности Амин Ты сегодня говоришь А почему со мной Бог не говорит А почему я Ничего не слышу А почему Книга Библия закрыта А почему нет Святости Почему нет чистоты Почему нет Искренности Перед Богом Облако является Над святостью Над трепещущим Над уважающим И респектирующим Слово Божье Амин Итак в Новом Завете Мы видим что Облако Это есть то место Где Бог Говорит К человеку Где Бог Говорит К человеку Деяние 1.9.11 Открою Деяние 1.9.11 Здесь Описано О том Что Христос Вознесся На небо Сказав это Он поднялся В глазах Их И облако Взяло Из вида Их Когда же Они смотрели На небо Во время Восхождения Вдруг Предстали им Два мужа В белой одежде И сказали Мужи галилейские Что вы стоите И смотрите На небо Этот Иисус Вознесшийся От вас На небо Придет Таким же Образом Как вы Видели Его Восходящим На небе И Матфея 24.30 Написано Так Увидят Сына Человеческого Грядущего На облаках Это То же самое Облако Которое Наполнило Храм Соломона Что такое Облако Это Слава Божья Это Место Божьих Откровений И вы знаете На чем мы будем Стоять В тот момент Когда Христос Вознесет Свою церковь Мы будем Стоять На откровениях Бога На славе Бога Мы будем Вознесены Славой Ох Аллайю Я Я так Восхищен Я так Восхищен Что это Не кучевые Облака Какого ты видишь С борта Самолета Ох Какие Облака Здесь ни один Не устоит Они нам И не понадобятся Балкон Они нам Не понадобятся У Бога Есть такие Облака На которые Мы устоим Итак Облако Разобрались Что такое Облако Облако Это Слава Божья Это Присутствие Самого Бога Итак Моисея Был покрыт Облаком Что такое Крещение В облако В Моисея В облако Это значит Членам Церкви Войти В область Откровений Которое Имеет Моисей Аминь Облако Которое Я имею Область Откровений Как Бог Со мной Говорит Когда Ученики Вошли В облако Когда Ученики Вошли В облако Когда Ученики Крестились В облако Которое Покрыло Иисуса Они Что-то Услышали Они Услышали То же Самое Что Услышал Иисус Аминь Когда Арон Иор Они Крестились И они Были Покрыты Облаком Божьим Они В этом Облаке Услышали То Что Слышал Моисей Аминь Когда Ты Войдешь В помазание Твоего Пастора Войдешь В его Облако Ты Услышишь То Что Бог Говорит Твоему Пастору Он Тебе То же Самое Скажет Се Сын Мой Возлюбленный В котором Мое Благоволение Его Слушайте Потрясающая Логика Ты Сегодня Бунтуешь Потому что Ты Не Входил В Облако Ты Думаешь Что Это Не Сын Возлюбленный И Ты Думаешь Что В нем Нет Благоволения И Ты Думаешь Что Его Не Надо Слушать И Ты Бунтуешь Из-за Того Что У тебя Нет Помазания Смирись Перед Господь Господь Я Хочу Войти В эту же Область Откровений Я Хочу Услышать Не Стесняйся Ты Можешь Подслушать Что Бог Мне Может Говорить Ты Должен Креститься В Это же Самое Облако В То же Самое Помазание И Ты Услышишь То же Самое Что Я Слышу Область Божьих Откровений Без Этого Церковь Немыслима Если У тебя Свое Облако У меня Свое Облако Плыви Дальше Облако Есть Такие Люди Которые Облака Безводные Ветер Носит Знаешь Тучки Белые Несутся Надо Мной И пусть Они Дальше Несутся Аминь Это Не Слава Божья Это Слава Человеческая Чем Брахан Тая У нас Есть Другое Облако У нас Есть Помазание Помазание Нового Поколения Помазание Нового Поколения Откровение Нового Поколения Программа Нового Поколения Тактика Нового Поколения Облако Нового Поколения Аминь Как важно Чтобы ты Вожжел И услышал То Что Бог Говорит Моисею Аминь Ибо Все мы Одним Духом Крестились В одно Тело И все Мы Напоены Одним Духом И все Мы Должны Есть Одну И ту же Духовную Пищу То есть Давай Получать И оттуда С неба И пить Одно И то же Духовное Питье И пить Из последующего Духовного Камня Который Является Христос Глава Церкви Главнокомандующий Всеми Родами Войск Армии Спасения Ох Аллилуйя Итак Облако И крещение В облако Ты должен Отождествиться Ты должен Инифицироваться С тем же Самым Облаком Одно Помазание Одни Откровения Одно Напоение И дальше Открой Пожалуйста Число Одиннадцатая Глава Число Одиннадцатая Глава Мы сейчас Посмотрим Процедуру Крещения В облако Число Одиннадцать Одиннадцать Двадцать Моисей И взял От духа Который Был На нем На ком На Моисеи И дал Семидесяти Мужам Старейшинам И когда Почил На них Дух Который Был На Моисеи Они Стали Прочествовать Аминь То есть Они вошли В ту же Самую Сферу Откровений О чем Они Пророчествовали Они стали Говорить То что Говорил Моисей Что такое Пророческое Помазание Это есть Слово Которое Приходит С неба И Изрекается Мужами Аминь Посмотри Что такое Крещение В облако Это Господь Берет То Уникальное Неповторимое Специфическое Личностное Помазание Моисея И Это Помазание Господь Распространяет На Семьдесят Старейшин Это же Помазание Он Раздает Всей Церкви И что в это время Происходит Господь В облаке Говорит Моисею И те люди Которые получают То же самое Идентичное Помазание Они Крестятся В облако Они Начинают Слышать То Что Слышит Моисей Они Начинают Все Говорить Одно Они Начинают Понимать Одно И что Из себя Представляла Первая Апостольская Церковь Они Имели Одно Сердце Одну Душу И никто Не почитал Ничего Своим Они Имели Все Общее Аминь Произошло Крещение И в Моисея И в облако Аминь Итак Как важно Друзья Быть Напоенными Одним Духом В одно Тело В одно Облако О Рабахандая Итак Согласен ли ты Быть Крещеным В облако Итак Мы встанем Сейчас Музыканты Пройдите Последнее место Которое Я вам Сейчас Зачитаю Это Удивительное Место Из Паралипоминон Слушайте Внимательно Я очень Прошу вас Слушайте Внимательно Когда Мы Крестимся В Моисея И в облако Когда Мы Подчиняем Свою волю Воле Божьей Слушайте Внимательно Что происходит Второе Пятая Пятая Глава И Левит И певцы Все они Асаф Яман И Дифун И сыновья И братья Одетые В весон С кимвалами И псалтырями И цитрами Стояли На восточной Стороне Жертвенника И с ними Сто двадцать Священников Трубивших Трубами И были Как один Подчеркиваю Мысль И были Как один Трубящие И поющие Издавая Один Голос К восхвалению И словословию Господа И когда Загремел Звук Труб И кимвалов И музыкальных Орудий И восхваляли Господа Ибо он благ Ибо век Милость его Тогда Дом Господень Наполнило Облако И все Они Были Крещены В облако Божьей Славы О Этот Благословенный Унисон Духа О Этот Благословенный Унисон Души О Этот Благословенный Унисон Нового поколения Они издавали Один звук Они издавали Одно слово Они все были Как один И играющие И поющие И восклицающие Это Слава Бога Поднимем Поднимем Наши голоса Как Богу Прославляй Господа Благословенный Лей Лей Благословенный 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 Прошу! Унисон! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTor ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Придется нам повторить слова Иисуса, которые Он сказал однажды ученикам На горе отрезвитесь, давайте пойдем завтра утром в библейская школа Аминь Поэтому, но ты не выходи, будь в этом, будь в этом присутствии И просто можешь сказать Господь, благодарю Тебя, что Ты крестил меня Бог поистине что-то великое производит в церкви, Он крестил нас в облако Я верю Итак, наше служение закончено, будьте благословенны Завтра все студенты библейской школы, будьте, пожалуйста, без опоздания Дежурные, также к восьми, в столовую Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok